Мы с вами находимся в замечательном месте, которое называется Кадамба Канди. Это лес из кадамбовых деревьев, он недалеко от Варшаны. Мы проезжали с вами Сакигири Парват, деревню Сунгера. Сунгера — это деревня, в которой, по мнению Гвардхана Прабу, родилась Судэви Гопи. Шиварам Махарач пишет, что это деревня, в которой родилась Чампакалата Гопи. Так или иначе, надо ей помолиться. Это одна из подруг Шиматирадхарани. И это место, Кадамба Канди, мы поднимемся потом на гору отсюда, где находится также Рослила. Оно знаменито тем, что лет 300-400 назад здесь жил один великий преданный Нага Баба. Нага Баба значит «обнаженный баба». Он пришел сюда и поклонялся здесь Шиматирадхарани. Это был очень могущественный саду. Он любил делать в Раджи Мандалу Парикраму, и по преданию он делал в Раджи Мандалу Парикраму за один день. Но жил он здесь, это было место его Баджана в этих зарослях, в этом лесу. И его сокровенная мечта была, чтобы Радви и Кришна показали себя ему. Он молил их и так, и так, и так, и ничего не получалось. Он делал в Раджи Мандалу Парикраму, чтобы заслужить какие-то благочестивые плоды. Опять ничего не получалось. И однажды он решил отправиться на Парикраму. Он уже снарядился, уже набрался сил для того, чтобы быстро обойти всю Раджи Мандалу. И когда он вышел из своего Баджана и дошел вот до этого самого места, рядом с которым мы с вами сидим, то его длинные джаты, его длинные спутанные волосы застряли в колючках. Колючки каким-то образом вцепились в него. Причем раньше он часто проходил мимо этого места, ничего подобного не было. А тут как будто бы колючки ожили и схватили его в свои тиски. Он не мог пошевелиться, потому что каждое движение причиняло ему нестерпимую боль. Он попытался было выпутаться, но потом он понял. Не, я не буду выпутываться. Тот, кто меня запутал, тот пусть меня и распутает. Он остался стоять в полной неподвижности, в этом месте схваченный колючками. Он простоял один день без еды и воды, второй день без еды и воды, третий день без еды и воды. В глазах его горел огонь. Так или иначе, я делать ничего не буду. Тот, кто меня запутал, тот должен меня распутать. В конце концов, Кришна, приняв образ маленького мальчика, пришел к нему и сказал, «Баба, а ты что тут делаешь? Почему ты не хочешь себя распутать?» Баба смирил его презрительным взглядом и сказал, «Лала, иди своей дорогой». «Баба, почему ты не хочешь себя распутать?» Сквозь зубы Нага Баба процедил. «Тот, кто меня запутал, пусть меня и распутает». Мальчик спросил, «Баба, Баба, а кто тебя запутал?» Баба говорит, «Кришна меня запутал». Он всех запутывает. Мальчик сказал, «А меня тоже Кришна зовут?» Он говорит, «Иди своей дорогой, не мешай мне». «Баба, давай я тебя распутаю». Баба молчит. «Баба, ну давай я тебя распутаю». И мальчик стал распутывать его, вынимать колючки какие-то, растещать. Баба рассердился страшно. «Кришна меня должен распутать». И тут Кришна показал себя ему. Он увидел Питамбару, он увидел перо, он понял, что это сам Кришна. Он говорит, «Я Кришна, я пришел тебя распутать». Он говорит, «Не-не, а как ты докажешь, что ты Кришна?» Он говорит, «Как я докажу?» «Ну вот у меня Питамбара». «Не, Питамбара». «Ну, Питамбара, кто угодно может надеть Питамбару. Вот у меня павлини-перо. Кто угодно может надеть павлини-перо. Меня зовут Кришна. Кого угодно могут звать Кришна? Так как тебе доказать? Есть единственный способ доказать мне, что ты Кришна. Кришна всегда за всематер-адхарани. Если она придет, то тогда я поверю, что ты Кришна. Кришна понял, что он потерпел поражение в этом споре, что у него не осталось больше никаких аргументов, поэтому он позвал всематер-адхарани. «Баба, а ты теперь веришь?» «Теперь верю». И тогда оба, Радха и Кришна, начали распутывать его оттуда. И когда они, в конце концов, распутывали его, они сказали, «Баба, ну мы пошли, мы свое дело сделали». И он говорит, «Постойте, постойте, постойте. А как же я теперь без вас?» И тогда они дали ему божество банки-бихари в храме. Это божество было увезено в свое время точно так же, как Гавиндаджи, Гапинанда, Мадар. Все изначальные божества Вриндавны были увезены в Джайпур. Это божество было увезено в Барадпур. Один из индуистских, одной из индуистских городов-государств, надежно защищаемое. Там оно теперь находится, является главным божеством Барадпура. В роскошном храме оно установлено, Барадпуре ему там поклоняются. А здесь, насколько я понимаю, реплика этого божества. Божество. Харикришна, дорогие преданные. Харикришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радхар. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только баговый гид, около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны, и давайте распространять книги вместе. Продолжение следует...